Всем привет! Вы на канале Викук. Сегодня мы приготовим тесто для настоящей итальянской пасты. Паста итальянцы называют все макаронные изделия. База оригинального рецепта это яйца и мука. Рецепт очень простой. На 100 грамм муки добавляем одно яйцо. В моем случае я делаю на 400 грамм муки и 4 яйца. Сначала высыпаем муку на стол и делаем колодец. И вовнутрь вбиваем яйца. Этот рецепт удобен тем, что из этого теста можно сделать все виды пасты, равиоли и даже лазанью. Когда вбили яйца, вымешиваем при помощи вилки и постепенно захватываем муку. Когда начнет формироваться тесто, возьмите лопатку или просто руками, вымешивайте до однородной массы. Это у вас займет примерно 5 минут. Дальше я вам покажу, как из этого теста сделать 4 вида разные пасты. А из одной из них мы приготовим пасту с соусом песто. Когда тесто сформируется, накройте пищевой пленкой и оставьте на 20 минут. Спустя 20 минут отрежьте от теста примерно 100 грамм. Периодически посыпаем поверхности теста мукой, чтобы оно не прилипало. И начинаем выкатывать максимально тонко, 2-3 миллиметра в высоту. В длину 35 сантиметров, а в ширину примерно 10. Еще раз посыпаем мукой. И начинаем скатывать тесто сверху до середины и снизу до центра. Потом при помощи ножа нарезаем тесто шириной в 1 сантиметр. Шпажкой поднимаем наше тесто и у нас получается паста под названием тольятелли. Перейдем ко второму виду пасты. Это апулийские арикетти. Отрезаем кусочек теста и начинаем выкатывать в длинную сердельку диаметром 1 сантиметр. И нарезаем по 1 сантиметру в длину. Если кусочки получатся чуть больше или меньше, ничего страшного. Берем обычный нож, надавливаем под углом и проводим на себя. И потом выворачиваем в другую сторону. У вас получится форма ушной раковины. А в переводе с итальянского арикетти это ушки. Так же самое делаем со всеми остальными кусочками. Переходим еще к одному виду пасты, которую, думаю, вам уже знаком. Раскатываем тесто так же тонко, как тесто для тольятелли. Придайте тесту прямоугольную форму при помощи ножа или ребристого ролика. И вырезаем прямоугольники диаметром 3 на 4 сантиметра. Берем кусочек теста, защипываем с двух сторон и соединяем посередине. И у вас получится паста под названием фарфало, что в переводе с итальянского бабочки. Так же самое делаем с оставшимися кусочками. Переходим к четвертому и последнему на сегодня виду пасты. Это фузили. Паста в форме спирали. Раскатываем тесто максимально тонко в длинную нить. И нарезаем его по 4 сантиметра в длину. С помощью деревянной шпажки под углом, начиная с самого кончика пасты, прокручиваем на себя и получается паста в виде спирали. Так же продолжаем делать с остальными заготовками. Каждую из этих видов пасты можно делать с отдельными соусами. Я сейчас приготовлю пасту фарфалли с соусом песто. Видео с рецептом соуса песто я оставлю в описании. Берем нашу пасту и переходим на кухню. Добавляем несколько ложек соуса песто в сковородку и разогреваем. В подсоленную воду добавляем пасту. Она варится примерно 3-4 минуты. Готовую пасту выкладываем в сковородку и хорошо перемешиваем. Паста соусом песто готова. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какие рецепты итальянской кухни вам интересны. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!